Участники научно-просветительского проекта «Вызов» актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко продолжают трудиться на орбите, снимать фрагменты для первого художественного фильма из космоса. Российские врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета, которые, как и космонавты, каждый день уделяют внимание и занятиям на тренажерах для поддержания формы и тонуса мышц, которые не задействованы во время нахождения в невесомости. Напомним, космонавт «Роскосмос» Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-19» с космодрома «Байконур» 5 октября. Их возвращение на Землю ожидается уже в следующее воскресенье, 17 октября. Командиром экипажа корабля «Союз» будет космонавт «Роскосмоса», герой России Олег Новицкий, который вернется своей третьей долговременной экспедиции на МКС. Олег Новицкий 12 октября отметил свой 50-летний юбилей. В этот день российский сегмент станции стал не только космической научной лабораторией, но и киноплощадкой. Сейчас каждый российский космонавт, который находится на борту МКС, принимает участие в съемках фильма «Вызов». Предположительно, в киноленту войдут около 45 минут от снятого на орбите материала. На космодроме «Восточный» готовится к пуску ракета-носитель «Союз-2.1Б» и разгонный блок «Фрегат». Их задача — вывести на орбиту очередную партию из 36 аппаратов связи «Ванвеб». Пуск запланирован на 14 октября в 12 часов 40 минут по Москве. Цели компании «Ванвеб» — обеспечение быстрого доступа в интернет через спутниковую систему «Ванвеб» из 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы «Ванвеб» будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищать от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LTE или 5G. На сегодняшний день группировка британских аппаратов на низкой околоземной орбите насчитывает 322 спутника. Предстоящий запуск должен довести количество аппаратов «Ванвеб» на орбите до 358. В холдинге «Российские космические системы» открывается производство нового для российского рынка поколения чувствительных элементов микроэлектромеханических систем. Эти отечественные серийные микрокомпоненты станут основой инновационных гироскопов и акселерометров, которые будут устанавливаться на перспективные космические аппараты от кюбсатов до межпланетных станций. На данный момент весь мир идет по одному тренду развития микроэлектромеханических систем. Это реализация изделий с герметизированием и вакуумированием на уровне кристаллов. Это новая технология, называется она «Wafer Level Packaging» и расшифровывается как герметизация на уровне пластин. То есть готовое изделие получается без использования корпусирования, а в виде кристалла размером несколько миллиметров поперечным. Ключевые преимущества этой технологии – это улучшение массогабаритных характеристик и комбинирование датчиков и чувствительных элементов в одном кристалле. Сам чип устанавливается на плату без дополнительных защит, что существенно уменьшает массу спутника. Одно из главных применений системы в миниатюрных аппаратах – наноспутниках и кюбсатах. С помощью этих систем будет осуществляться навигация, стабилизация и ориентация в космосе. Планируется, что в ближайшем будущем такие технологии будут применяться и в межпланетных миссиях. Полную версию сюжета смотрите в программе «Большой космос». На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-18». Он будет запущен к МКС на ракете-носителе «Союз-2.1а» в рамках 79-й миссии снабжения. На станцию грузовик доставит 600 кг топлива, 400 литров питьевой воды системы «Родник», 40 кг сжатых газов, около полутора тонн различного оборудования и материалов, а также посылки от родных и близких. Старт запланирован на конец октября. Испытания двигателей на Воронежском предприятии конструкторской бюро химавтоматики приостановят до конца месяца, чтобы сэкономить кислород для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Предприятие передает медицинским учреждениям Воронежской области ежесуточно до 33 тонн кислорода, являясь крупнейшим поставщиком в регионе. Не бывает такого момента, чтобы мы позвонили и нам сказали о том, что нет, вы знаете, у нас нет, или там что еще. Ну, ведь у каждого есть и свои основные задачи, то есть для чего предприятие делалось. Но все сейчас понимают важность оказания помощи медицинской, и именно поэтому, ну, вот за истекший период ни разу не было такой ситуации, что нам сказали, мы решим свои проблемы вначале, а потом уже будет только поставка в медицинское учреждение. Нет, медицинские учреждения всегда стоят в приоритете. То есть у нас перебоев с поставкой жидкого кислорода не было, большое спасибо. По информации пресс-службы космической связи, спутники «Экспресс-РВ» помогут увеличить охват Земли до 90% за счет выведения новых спутников на высокоэллиптическую орбиту. Планируется, что космические аппараты «Экспресс-РВ» покроют связью районы Крайнего Севера, улучшат ее качество с железнодорожным подвижным составом, речными судами и грузовыми автомобилями. Благодаря новым спутникам качественную связь и интернет получат экипажи судов, следующих по Северному морскому пути, а также военные ученые и геологи, работающие в приполярных областях. Запуск Европейского космического телескопа «Евклид» ракетой-носителем «Союз-СТ» из Гвианского космического центра намечается в конце 2022 года, сообщило Европейское космическое агентство. Контракт на запуск «Евклид» российской ракетой «Союз-СТ» с французской Гвианы был подписан между ЕК и компанией «Ариан-Спейс» в январе 2020 года. Телескоп «Евклид», рассчитанный на 6 лет работы, будет искать следы существования темной материи и темной энергии, гипотетической субстанции, которая, как считается, ответственна за ускоренное расширение Вселенной. Высоту орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 940 метров. Коррекция проводилась с помощью двигательной установки модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Астрономы определили диаметр ядра кометы Бернардинелли-Бернштейн из облака Орта. Недавнее открытие этой кометы, которую изначально приняли за карликовую планету, движущуюся к Солнцу, позволяет астрономам узнать больше о свойствах небесных тел на окраинах Солнечной системы. Размер ядра кометы оказался равным 150 километрам, что делает комету Бернардинелли-Бернштейн крупнейшей из известных астрономом. В 2031-м комета окажется на расстоянии 11 астрономических единиц от Солнца, практически на орбите Сатурна, что даст возможность ее наблюдений в любительские телескопы. Пролет над самой большой планетой Юпитер и его спутником Ганимедом. Ганимед – крупнейший спутник в Солнечной системе. Его радиус 2634 километра, больше, чем у планеты Меркурий. Аппарат Юнона показал ледяной ландшафт этого мира. Во второй части ролика аппарат пролетает около облачного покрова Юпитера, состоящего из аммиака и других примесей. В атмосфере планеты-гиганта можно увидеть вспышки молний. Глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Владимир Семашко рассмотрели возможности участия строительных организаций Республики Беларусь в возведении объектов космодрома «Восточный». Стороны договорились о детальной проработке вопроса с точки зрения экономической целесообразности, а также возможностей белорусского строительного комплекса. 12 октября 1964 года в СССР был запущен первый многоместный пилотируемый космический корабль «Восход». Командир корабля Владимир Комаров, бортинженеры, один из создателей «Восхода» Константин Феоктистов и врач Борис Егоров. Связь с экипажем поддерживал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Через сутки экипаж корабля «Восход-1» вернулся на Землю, установив несколько мировых рекордов максимальной высоты — 408 км и максимальной массы — 5320 кг, а также дальности и продолжительности полета многоместного космического корабля. А через год на корабле «Восход-2» стартовали космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов, чтобы объявить всей планете о новом мировом рекорде — первом выходе в открытый космос. NGC 6559 к востоку от лагуны. Впечатляющее богатое звездное поле находится в созвездии Стрельца в направлении на центр Млечного Пути. В области звездообразования есть поглощающая свет пыль, замечательные красные эмиссионные и голубые отражательные туманности. До звездного объекта 5000 световых лет. NGC «Величие Земли» — лунная ночь в базовом лагере у пика Ленина в Киргизии. Автор Юлия Жуликова сняла эту прекрасную панораму с центром Млечного Пути в июле этого года в Тяньшаньских горах. В хребте Млечного Пути можно разглядеть цветные туманности лагуна, орла, лебедя и трехраздельную. Утренний зодиакальный свет Панорама из специальной астрофизической обсерватории. Впереди виден большой телескоп Альтазимутальный, который долго считался самым большим в мире. Его диаметр 6 метров. Зодиакальный свет — это отраженный свет Солнца на частичках пыли между Солнцем и поясом астероидов. Своим происхождением космическая пыль, согласно новой информации, обязана Марсу и его спутникам Деймосу и Фобосу. Визуально такое зодиакальное сияние можно наблюдать незадолго до наступления утренних сумерек. Автор Игорь Веньяминов. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru и до следующей космической среды! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»